700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. В книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Сегодня с нами Николай Вавилов, публицист, китаевед и автор книги «Китайская власть». Анна, здравствуйте. Еще автор телеграм-канала «Китай Николай Вавилов» и ютуб-канала «Николай Вавилов». Подписывайтесь. Подписывайтесь, друзья. Будете в курсе последних событий и тех, что связаны с Китаем, с Поднебесной. Си Цзиньпин. Накануне, обращаясь к Олафу Шольцу, немецкому канцлеру, следующее сказал. Вы первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Зачем Шольц приезжал в Китай? Как реагировать на вот это заявление председателя КНР, который предложил немецкому лидеру сообща бойкотировать протекционистские меры отдельных стран? Мы, конечно, понимаем, на кого делается этот толстый намек. Что там на самом деле происходит? Вы знаете, трудно переоценить значение этого визита. На наших глазах, Анна, творится история. Потому что, если вы вспомните, как отреагировал на телеграм-канале, я очень подробно пишу, как каждая страна отреагировала на переизбрание Си Цзиньпина. Это ведь определенный слом и консенсуса с Западом. Потому что Запад всегда выступал за сменяемость власти в Китае. Все ждали еще 10 лет назад, что в 2022 году придет к власти, значит, пролиберальный, проамериканский политик. И вот Си Цзиньпин ему уступит власть. Как было записано в Конституции. Си Цзиньпин Конституцию в 2018 году поменял. Никуда уходить не собирается. То есть, это слом консенсуса отношений Китая и Запада. И если мы вспомним на реакцию западных стран, вообще никто его не поздравил. Кисида, один из членов Большой Семерки, Япония, премьер Японии, направил поздравления. Все остальные, первые, кто поздравил, это, естественно, Владимир Путин. Естественно, это лидеры Кубы, Венесуэлы, Ирана и так далее. Направили свои стопы. Первый, это, значит, руководитель Вьетнама, коммунистическая партия Вьетнама. Тоже коллега Си Цзиньпина, он тоже, кстати, на третий срок пошел в партии. Тоже беспрецедентная история. Точнее, прецедентная, но не в ближайшем обозримом историческом периоде. То есть, речь о чем идет. Третий срок Си Цзиньпина, Запад объявил ему бойкот. То есть, негласно, гласно и так далее. И тут, как гром среди ясного неба, один из лидеров Запада. Ну, я считаю, что экономика Германии, это экономика номер два. И это объективный факт после Соединенных Штатов. Это столб влияния Соединенных Штатов. Вообще, в послевоенном мире у Соединенных Штатов образовалось еще, особенно после 90-х годов, два таких столпа, на которых она держится, эта держава, как мировая. Это Германия, она контролирует Германию, контролирует Европу. И это Китай. После начала 80-х годов Китай фактически разорвал свои отношения с Советским Блоком и вошел в экономическое пространство Соединенных Штатов. Что происходит? Вот эти две основы, два этих фундамента, они уходят из-под ног Соединенных Штатов. Вначале Китай ушел, то есть Си Цзиньпин объявил стратегию один пояс, один путь, переориентации, диверсификации. То есть Китай не настолько уже зависит от Соединенных Штатов, как проще. Он на Европу как раз и завернулся. В книге «Китайская власть» там с этого, собственно говоря, она и начинается, что политика внешнеторговая, внешнеэкономическая, это важнее, чем заявление. При Си Цзиньпине переориентировалась на Евросоюз. То есть Евросоюзом объем торговли стал гигантским. В 21-м году Китай фактически вытеснил Соединенные Штаты с позиции первого партнера Евросоюза торгового. Это означает, что похищение Европы состоялось. И логичным итогом этого, что первый, кто из крупных лидеров посещает, мы не берем Владимира Путина, там не надо посещать, мы и на Олимпиаде были, и в Самарканде встречались, ну это и так все понятно, мы поддержку максимальную Си Цзиньпину оказываем. Но первый, ну так, с точки зрения Вашингтона, да, или даже Франции, да, первый ренегат общеевропейского и общезападного пространства – это Шольц. И Шольц направил свои стопы в, соответственно, в Пекин. И это, конечно, это был просто как гром среди ясного неба. Мне кажется, это шок, и это шок, который отреагировал, значит, пресс-служба Белого дома. Вообще, мы не будем комментировать. Наши союзники вправе делать то, что они хотят. Ну, то есть, нет слов, чтобы сказать, да, что-то, как выразить свою какую-то эмоцию по отношению к этому. Германия, Вы правильно сказали, что многие годы уже является основной его партнер. Естественно, что если Евросоюз Китая – это номер один, то и у Германии это номер один. Давайте уточним, шестой год подряд Китай – это крупнейший торговый партнер Германии. Да, и о чем это говорит? Что, во-первых, что такое быть крупным партнером Германии? Германия – это та страна, которая экспортировала в США после начала оккупации. Мы с вами на одной из передач об этом говорили. Моя точка зрения состоит в том, что Европа – это лишенная суверенитета территории, которая оккупирована войсками НАТО. В первую очередь англосаксами. То есть, это первая очередь Германия, это Соединенные Штаты, это Великобритания и Канада. То есть, вот эти основные силы, они расквартированы и держат под контролем Европу. Что такое с точки зрения торговли Германии? Германия – это экспортер в США. То есть, они что-то делают, производят на своих заводах, США потребляют. Значит, и это инвестор в США. Деньги, которые образовались от лишней торговли Соединенных Штатами, куда возвращаются? К гегемону, к хозяину. Там, кому они платят дань. И они, скорее всего, сейчас поставят вопрос об энергетической дань. Что происходит? Экспортировать они начали в Китай, а уже не в Соединенные Штаты. Прямые иностранные инвестиции идут в Китай. То есть, о чем идет речь? Что мощный столб, на котором стояла американская экономика, она фактически начал дрейфовать к Китаю. Шольц тысячу изменений в своих статьях. Он впервые в «Политика». «Политика» – это издание, которое имеет немецкие корни, но для американской аудитории существует. Он опубликовал специальную собственную статью авторскую. «Извините, значит, что я поехал в Китай, он очень нам нужен, я буду там про Украину говорить и так далее. Тысячу извинений, но я поехал в Китай». То есть, вот такой очень вежливый человек. И теперь, что касается Шольца. Да, бургомистр Гамбурга, да, министр финансов, значит, правительства, федерального правительства Германии. Но это очень влиятельный человек в социал-демократических кругах. То есть, если мы вспомним вообще историю, ну, в принципе, отношений с ДПГ, с Китаем, и мы увидим, что у Шольца какое-то нереальное количество контактов в Китае. Я об этом целый год назад об этом говорил, что это прокитайский политик. Это было очень странно. Вообще, очень многие вещи, которые я говорю, они через там год-два, оказывается, так и есть. Но вначале это очень странно звучит. Во время своей предвыборной кампании вообще ничего не сказала Китая. Сейчас он поехал вообще, ну, вот как гром среди ясного неба, именно в Китай, 4 мая. Он, будучи бургомистром Гамбурга, смог тогдашнего и нынешнего, пока еще действующего премьера Ликотиана через свои связи в Китае заманить Гамбург. То есть, Ликотиан был визит в Германию, он посетил Берлин, но он заставил, Шольц через свои связи заставил его приехать еще и в Гамбург и назвал Гамбург китайской столицей Европы. Такое, мягко говоря, да, такое заявление, такое нестандартное, я бы сказал. И в дальнейшем, я проанализирую все его внешние контакты в Китае, это человек, который просто не вылезал из Китая по большому счету, то есть нет других там, есть Италия очень прокитайская страна на самом деле в Евросоюзе, но Берлускони, ему трудно, например, подозревать, что он прям не вылезал из Китая. А у него очень много контактов, в том числе с действующим членами нового политбюро Шольца, Дин Сюйсян, да, который будет первым, скорее всего, первым заместителем правительства, да, премьер-министра, он тоже с ним контактирован и так далее. Эти контакты, они не вчера начались, то есть СДПГ, и всегда Китай устанавливал контакты с социал-демократической партией. Вот Герхард Шрёдер, у меня есть в телеграм-канале Post, что с 70-х годов он устанавливал тесные связи Шрёдер с Германией. Мне, значит, возмущённые читатели пишут, какие там связи, он ещё был в Юзосе, это, значит, СДПГ-шная молодёжная организация, да, значит, как он мог что-то устанавливать. А он в конце 70-х уже поехал как лидер молодёжного парламента Герхард Шрёдер в Германией Китае, и с очень высокопоставленными лидерами политбюро устанавливал контакты Шрёдер, да, то есть это ещё 70-е годы. Он просто молодёжный политик, это молодёжный парламент, он даже ещё не входил тогда в состав совета директоров Вольсвагена. Потом прошло 10 лет, и Вольсваген стал самой распространённой автомобильной маркой в Китае, то есть эти связи очень длительные между Германией и Китаем, и самое главное, геополитически, мы понимаем, что и в Германии понимают прекрасно, что они находятся под жёстким давлением Соединённых Штатов, и пока Соединённые Штаты гегемоны, им не дадут развиваться. И о чём идёт речь? Что этот визит, это направленный визит на автономию Германии и Европы. Если Соединённые Штаты впадут в кризис, у них случится коллапс, если они проиграют на Тайване, например, да, в ближайшей перспективе, то выиграет кто? Германия. Германия станет независимой, потому что ослабление Соединённых Штатов автоматически означает подъём континентальной Европы. И мы понимаем, что и во Франции очень плохо отреагировали на это, а то, что вы говорите о том, что совместно бороться против протекционистских мер. Что это получается, что лидер китайского мира, Восточной Азии, который поддержал де-факто СВО, по сути дела СВО, сейчас новость пришла, что шанхайской выставке сняли представителей Евросоюза французского, который хотел обратиться к китайцам и призвать их надавить на Россию. Его просто не дали выступать. Но де-факто, с точки зрения китайцев, это поддержка России. То есть человек, который поддерживает Россию, предлагает Шольцу создать антиамериканский союз торгово-экономический. Что это значит? Ну, всё поражение, полный коллапс и поражение Соединённых Штатов. Николай, продолжим с вами разговор по поводу Китая и Германии, такой интересной страны, неожиданной для многих коалиций, которая до последнего времени не была очевидной, но понятно, что заметно напрягла Соединённые Штаты Америки. Ну, ещё тогда один вопрос и двинемся дальше. Получается, что Шольц, Олаф Шольц в отношениях с Китаем выступает больше как бухгалтер? — Ну, это такой бухгалтер, у которого каких-то очень много дополнительных связей, и, скорее всего, мы недооцениваем Шольца. Он очень, мне кажется, что это человек, ну, наверное, неправильно говорить со вторым дном, да, но это человек, который, это очень, скажем так, политик, который играет свою немецкую, в первую очередь, игру, и не только немецкую. Мы понимаем, вот посмотрите, вот на Западе существует по большому счёту три крупных лидера, ну, со Францией четыре, но Франция — это увядающая держава, это, очевидно, там коллапсы и в бывших колониях, и в самой непосредственной метрополии и так далее, да, значит, ну, по сути дела три крупных лидера. Это лидер Германии, лидер Великобритании и США. Байден — пожилой, значит, автократ, которого ставленник местной, значит, соббюрократии, абсолютно какой-то, ну, коллапсирующий политический режим в Соединённых Штатах сейчас. Ну, это очевидно, это факт для всех, для китайцев, для русских и так далее, что штурм Капитолия — это факт коллапса режима. Значит, и только начало, да, мы понимаем, что это надолго. Дальше Великобритания, лист раз, 44 дня, потом индус, которого, значит, практикующий индуизм, которого никто не избирал, это коллапс. А в Германии всё спокойно. В Германии действует политическая система, значит, выбран канцлер, есть коалиция, всё развивается как надо. Германия, хотя вот эти штормы, бури экономически, которые устраивают, значит, англосаксы для Германии, они очевидны, но в Германии политический режим максимально стабильный. И Шольц балансирует между вот этим вот уходящим атлантическим, значит, выбором, атлантической системой такой ценностей. И самое главное, он не только хочет для Германии, он хочет, я уверен, что у него есть амбиция быть лидером западного мира. Потому что на фоне остальных Германия, это экономика номер три, или даже номер два в западном мире, и, скорее всего, Германия ждёт определённые события, развития, связанные с тем, что и Россия обретёт силу и суверенитет, и Китай. То есть Германия, когда уходит англосаксонский мир, становится державой номер один. И видно, что он, с одной стороны, пытается остаться в рамках вот этих вот давлений англосаксонской системы. С другой стороны, он пытается выйти на отношения с Россией определённые. Не всегда то, что он говорит о поставках вооружений в Киев сбывается, заметьте это, да. Значит, Северный поток, как я понимаю, работал в Германии до момента взрыва, да. То есть говорит одно, делает второй, планирует третье. Это Олаф Шольц, да. Значит, не только это, не просто и не столько бухгалтер, сколько это лидер и партии с ДПГ, и даже социал-демократического западного движения, да, потому что социал-демократия открываются очень интересные перспективы в Европе в том числе. Значит, и мы видим, что вот он действует так. Но к чему это приведёт? Если Шольц, Германия с Китаем договариваются о бесперебойной торговле, да, возможно, они договариваются о параллельном импорте, потому что мы понимаем, что санкции, скорее всего, Евросоюз будут. На фоне того, что весь Евросоюз говорит, что вы делаете, мы сейчас будем санкции против Китая вводить, а вы туда государственный визит, да, ещё и после избрания Си Цзиньпина. Ну, я не знаю, надо было ещё стать членом Комиссической партии, прилюдно, и всё, и на этом, как сказать, показать, что кто-то есть, да, как вот на этом фоне происходит видение. Для России что это значит? Если начнётся тайваньская операция, если начнётся масштабные санкции Запада, Россия станет определённым связующим звеном между Германией и Китаем. Заметьте, что Ху Цзиньтао, который предыдущий, тоже герой 20-го съезда, наряду с Си Цзиньпином, они умеют, лидеры комсомолов, умеют привлечь к себе внимание, они яркие очень всегда. Значит, он, что при нём, что было? При нём между Россией и Китаем существует на Транссибирском магистрале поток грузов. При Ху Цзиньтао всего 10 поездов через Россию из Китая в Германию было отправлено. При Си Цзиньпине 10 тысяч. О чём это говорит? У них, у Китая и Германии есть стратегия сделать Россию транзитной зоной, без перебойного поставки подтоваров по железной дороге. Шанхай или Пекин, дальше это Москва, Минск, Варшава, Гамбург. Гамбург, да? Польс. Шольц это бургомистр Гамбург. И, кстати говоря, когда он пришёл к власти, вот это были выборы в парламент перед тем, как канцлером его выбрать, китайская Коско начала процесс покупки порта Гамбург, его родного. Без него это не могло произойти. То есть, вот, собственно говоря, мои мысли насчёт Шольца и его связи с Китаем, они начали с этого. Сейчас, спустя год, это стал скандалом международным. Ну, тогда это ещё не было очевидным. То есть, о чём идёт речь? Китайская и германская экономика, они будут взаимно сращиваться. Китай будет давать рынок Германии, раньше это были Соединённые Штаты. Германия будет давать технологии, которые и военные, в том числе, оптика CACE используется для производства микрочипов для военных, военной индустрии, в том числе. И я не исключаю, что германские специалисты, они большим потоком устремятся в Китае и будут и, значит, в вооружениях, в ОПК работать массово. То есть, ковать будет меч китайский, который обрушится на Тайвань. Вот это произойдёт. Вот это произошло на самом деле. А Россия – это будет та страна, через которую будут двигаться в обход моря все вот эти потоки грузов. Понятно, это неочевидный вопрос. У нас тоже проблемы с собственным восточным полигоном, железных дорог и так далее. Но вот мысль такая, что должно быть не 10 тысяч поездов, а миллион поездов. То есть, Россия – это будет огромная транзитная территория между Германией и США в период длительного противостояния Соединённых Штатов с Китаем, потому что Тайвань набрушит морскую логистику. Это в том числе. То есть, для нас это означает, что шоу стал на нашу сторону. И он и так-то был против украинской операции, что Украина – это событие на Украине, то, что топит германскую экономику. То есть, это подрывает просто как Германию, как глобального лидера или как даже европейского лидера. Сейчас он станет ещё больше на пророссийских, реальных. Я не говорю про то, что он будет говорить. Говорить он будет в рамках того, что у него есть парламент, и зелёные, которые, если что, его начнут шатать и так далее. Но он станет ещё более пророссийским политикам и будет давить на украинскую сторону, чтобы конфликт был закончен. Причём на интересах больше в сторону России, больше в сторону Китая, нежели чем Вашингтона. В Вашингтоне это очень хорошо понимает. Ждите ответной реакции Вашингтона в ближайшие месяцы в отношении Шольца. Решающая битва за власть Китая. Сможет ли Си Цзиньпин сломить американскую оппозицию в стране и бросить вызов США в битве за мировое лидерство? Как выстраивается союз России и Китая? Почему Си Цзиньпин развернул страну от США к России? Каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина? Сложится ли большая двойка, как новый центр многополярного мира? Всё это в книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Минобороны Китая, кстати говоря, заявила, что позиция США по Тайваню вынуждает КНР готовиться к войне. Неожиданное тоже заявление. Диктуем, что называется, переписывайте. Минобороны Китая потребовала от США переписать, нормально, мне нравятся китайцы, молодцы, оборонную стратегию, в которой Китай обозначен как источник вызова в безопасности США. Как это заявление вообще расценивать? Ну, вообще, вы абсолютно верно подметили вот эту вот историю. Вы знаете, у нас, вот сравнить даже с нашим МИДом, мы всегда рефлексируем. То есть нам что-то вот, значит, что вы там делаете, дураки, мы сами дураки, да, то есть рефлексируем в публичном пространстве. Китай не рефлексирует. Он, скажем так, так ведёт переговоры, как будто он изначально старший. Да, то есть, и это неожиданно для многих. Вот китайцы покладистые, значит, ну, де-факто, не знаю, там, сотрудники американской гигантской корпорации, которые, для них они производили что-то, они смотрели, значит, таким преданным взглядом на Соединённые Штаты, там, 20 лет, да. Ну, это факт, мы просто не любим об этом говорить, что Китай реально был фактически союзником Соединённых Штатов все эти годы. Раз, они тут полностью в одночасти поменяли свою позицию, теперь они им говорят, что нужно и что не нужно. Причём это, кстати, заметно стало и по заявлению в Евросоюзе, то есть, НАТО, пожалуйста, НАТО должно вернуться к границе 97-го года. НАТО должно прекратить своё, значит, агрессивное поведение. То есть, китайцы диктуют, и для тех, кто реально знаком с китайцами, нет никакого, скажем, удивления в этом. Да, китайцы могут очень долго изображать то, что они согласны с какими-то правилами игры, но внутри у них всегда будет оставаться понимание о том, что они должны всегда занять это первое место. И вы знаете, мы с этим, с этим мы столкнулись в Китае, когда умер Сталин, и началась вот эта вот реальная Китай попытка выйти из орбиты Советского блока. То есть, китайцы проявили себя реально вот как они есть. И они такими и остались. Мы сейчас не пытаемся идеализировать наших китайских партнёров. Это нетравоядные партнёры, это люди, которые добились того, чтобы стать первой экономикой мира, сейчас они борются за мировое господство. Невозможно бороться за мировое господство, будучи какими-то травоядными, пацифистами и так далее. Это всё риторика для отвода глаз. Но то, что они против Соединённых Штатов, и у Соединённых Штатов реально серьёзный противник, это очень большой, это большой вызов для Соединённых Штатов. И то, что представительство Минобороны говорит о том, что мы начнём, мы заставляете нас готовиться к войне, такого не было раньше. То есть, китайцы никогда не говорят, что мы начинаем готовиться к войне. Николай, глава стратегического командования вооружённых сил США, адмирал Чарльз Ричард, опасается приближения большого конфликта. Об этом он накануне говорил. Когда рассуждал о способности США к сдерживанию Китая, заявил, что корабль медленно тонет. Очень интересная ремарка. Ещё одну цитату дам. Украинский кризис, в котором мы сейчас находимся, это говорит американский адмирал, это только разминка. Большой кризис только приближается и пройдёт не так много времени, прежде чем мы пройдём такую проверку, какой не было давно. Ну и по мнению Чарльза Ричарда, этого американского адмирала, США разучились действовать быстро. Они, то есть китайские военные, размещают свои силы быстрее, чем это делаем, мы, говорит американец. По мере того, как эта разница увеличивается, не будет иметь значения, насколько хороши наши командиры. Как мы должны расценивать это заявление? Да, проверки, которые не было давно, речь идёт о Второй мировой войне. То есть упомянутый вами военный деятель, он говорит о том, что завуалировано пока что нужно готовиться к новому Перл-Харбору. Это не фигура речи. Есть много очень аргументаций, почему это должно произойти, но достаточно привести то мнение, что это, во-первых, не первое мнение. Ставридис такой есть, адмирал, который публиковал книгу о том, что глобальное соприкосновение войск, уже прямое, прямой конфликт между Соединёнными Штатами и Китаем произойдёт в 1932-1934 году. Он будет происходить в акватории Восточно-Южно-Китайского моря и, возможно, он будет даже использовать с использованием ядерного оружия. То есть о чём идёт речь? Что, в принципе, мнение о том, что китайцы — это не мир на двоих с китайцами. То есть американская схема подозревает только одну схему. Они старше, а китайцы — младший партнёр. Вот эта вот схема разрушена. Сейчас китайцы пытаются, видимо, на уровне видимой дипломатии, донести мысль, месседж американским товарищам, партнёрам о том, что давайте поделим мир на двоих, давайте мы будем равными партнёрами, и не будет конфликта. Но очевидно, что значит быть равными с китайцами в США. 400 миллионов населения в США, а в Китае в три раза больше. Это означает автоматически то, что китайцы предлагают, давайте, чтобы у всех были равные права у китайцев и американцев. Это автоматически означает, что американцы становятся номером два. То есть это хитрость китайской стратегии. Давайте будем со всеми равными, давайте будем выстраивать равные отношения, но в равных отношениях Китай это номер один автоматически в мире. Поэтому это не устраивает Соединённые Штаты. В этом корень всех противоречий Соединённых Штатов и Китая. И второй важный момент. Многие, кто слабо представляет себе китайскую экономику, они думают, что Китай может остановиться, не идти на конфликт и не добиваться мировой гегемонии. Но китайская экономика так устроена, что, во-первых, Китай это реципиент чужих технологий. Они сами, их фундаментальная наука, это и глубокое убеждение, это реально обоснованно, оно не способно производить новые поколения технологий. То есть они могут только их досовершенствовать до максимального предела. Китай это реципиент, то есть из другого мира он получает продовольствие. То есть он уничтожил свою почву. Население гигантское, миллиард 400 миллионов. Все постоянно растут запросы на продовольствие и так далее. То есть Китай конкурирует с Индией, с Соединёнными Штатами в покупке мировых сельскохозяйственных угодий. Это очень большая война, вовне вовлечены огромные силы. Значит, в Индонезии, например, покупает Китай какие-нибудь сельхозугодия, сразу же начинается там компания антикитайская и так далее. И потом это выкупает Танзания, Индонезия, весь мир, Украина, они воюют за продовольствие. Китайцы, и самое главное, это реципиент внешних углеводородов. То есть Китай не может существовать на собственном нефти и на собственном газе. Во-первых, они очень дорогие, извлекая стоимость извлечения нефти одного барреля в Китае 60 долларов. В России это там порядка 20-40 по разным месторождениям. Но это очень дорого. То есть Китай не может существовать без внешнего мира. Китай не может существовать без внешнего мира. То есть война обусловлена тем, что США, два гегемона не могут существовать, как жилье Соединённые Штаты. Поэтому они вынуждены конкурировать, и они идут реально к столкновению, но оно будет не сразу. Вначале будет масса локальных столкновений. И через 10 лет уже третья мировая война с участием Китая и Соединённых Штатов. Ну получается, Китай созрел. То есть цивилизация, которая насчитывает несколько тысячелетий, наконец сегодня, сейчас, в 21 веке, пройдя через целую серию разного рода пертурбаций, поняла, что готова к новому вызову и готова бросить этот вызов тому самому актору, который до последнего времени считал себя гегемоном. Я о Соединённых Штатах Америки, и действительно всё только начинается. Да, ну вот поправлю вас, вы не китаевед, и многие в мире, у них вот инерция сознания, поколение, или даже два поколения, а может быть несколько поколений западных людей привыкли видеть Китай, картинку о Китае, это очень стереотипно, это разрушенная, голодная, нищая, отсталая и ментально, и идеологически страна, страна, которая вот постоянно производит какой-то вот что-то типа гигантской Северной Кореи, хотя не хочу обидеть наших северокорейских коллег и так далее, но действительно там проблемы в экономике. Но реальная история мира, она такова, что, во-первых, давайте вообще просто 2000 лет, коротко, 2000 лет, на западе Римской империи население порядка нескольких, там, десятков миллионов человек, в Китае династия Хань, уже 40-60 миллионов примерно по оценкам населения, то есть уже гигантская страна, Китая на территории китайского оплата, вот равнина Великой Китайской уже исчезлез, то есть китайцы уже настолько создали гигантскую цивилизацию, и первые контакты как раз Китая и Рим, вот тогда они возникают, да, вот династия Цинь и так далее, то есть Китай уже тогда был центром той половины мира, когда еще, ну, мы берем Соединенные Штаны, берем Северную и Южную Америку, там не очень ясная история, то, что происходило. Дальше, то есть это как минимум какая-то значительная часть экономики мира, тогда уже была. Дальше, 6-9 век, это династия Тан, есть специальные экономические исследования, которые пытаются ВВП мира посчитать в Средневековье, тогда считалось, что на династию Тан приходится 50% мира ВВП, сейчас на США приходится 24, на США после Второй мировой войны, когда все из Запада был разрушен, приходилось 40-50% мировой ВВП, то есть 40-50-е годы, то есть все разрушены, все в руинах, у США все хорошо. То есть Китай уже, династия Тан, династия Цинь, которая передала последний император, вы знаете, там Пуи и так далее, на них до опиумных войн, когда Великобритания их фактически разрушила финансовую систему, тоже переходилось 30% мировой ВВП, то есть Китай как минимум три раза за 2000 лет был уже мировым лидером. Но имеется в виду, что сегодня очередная итерация, да, после опиумных войн и так далее. Это не новость для китайцев, когда китайцы разрушены, да, есть там известное выражение, я его постоянно цитирую, то есть Китай огромная сила, она разделяет в начале Китая, потом она обязательно, он соединяется, и разделенный, то есть и соединенный обязательно разваливается. То есть китайцы знают, что это исторические процессы, и когда-нибудь, рано или поздно, они станут мировым гегемоном, то есть они, это из Трицарства, династии, из романа Трицарства, цитата, то есть они знают, что к этому придет, и они к этому готовятся сознательно, то есть это не случайность, да, что они стали центром мира. Для России, например, это может быть была какая-то при Сталине, когда у нас было большое развитие экономики прибрежнее, когда мы значительную часть ВВП, порядка 20% Советский Союз составлял в мире. Для нас, да, это было непонятно, что с этим делать, как быть центром мира. Для китайцев это все-таки понятная история, что значит быть центром мира. То есть они к этому готовы, они к этому готовились, и они создали по всему миру центр своего влияния. Вот многие китаеведы рассуждают, что Китай никогда не нападет на Тайвань, это ваш следующий вопрос, да, то есть нападет или нет, потому что это невозможно. Но понимаете, когда Мао Цзюдун только пришел к власти, Тайвань, Китай это была большая республика Конго, то есть это была разрушенная опиумом, гражданской войной столетней и так далее. Ни о каком мысли о том, что на Тайвань не будут нападать, этого не было. Хотя Мао Цзюдун уже вся мысль как лидера, он понимал, что через 70 лет это будет лидером мира Китая, так или иначе. Но сейчас Китай это такая страна, которая создала центры своего влияния по всему миру, от Пакистана до Исландии, до Мексики, до Аргентины, где они покупают литиевое месторождение за миллиарды долларов. От северного полюса до южного Китая имеет свое присутствие, свои информационно-организационные и так далее. То есть они полностью готовы к тому, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам. Это другое Китае. Но наше китаевидение, оно рассматривает Китай, во-первых, локально, то есть оно смотрит не за пределами Китая, ничего не смотрит. Во-вторых, оно мыслит Китай как постколониальный. То есть вот до сих пор инерция сознания такова, что это нищий, отсталый, слабый Китай, который только ему погрозишь, он сразу сделает 101-е китайское предупреждение. Нет, времена поменялись. То есть речь идет о смене гегемона. Китай, конечно, не хочет напрямую в лоб менять гегемон. Он хочет сделать так, чтобы США отказались от борьбы. Но США от борьбы не откажутся. То есть это будет достаточно драматичная история. Россия в ней должна занять свое соответствующее место. И самое главное, российско-китайские отношения, то, что нас интересует. Есть миф о Даманском, что было нападение китайцев на остров, еще жила на школе в Казахстане, одновременно было в 1969 году на двух участках границы. Но реальность этого состояния тогда СССР и Китая состоит в том, что мы могли уничтожить Китай за две недели. Могли оккупировать Китай. Китайцы боялись оккупаться со стороны Советского Союза. И это была реальность. Сейчас такой диспропорции сил нет. С одной стороны ядерная держава границы, и с другой стороны ядерная держава границы. То есть у России и Китая создалось такое стратегическое состояние отношений, что конфликт в принципе невозможен. Ни со стороны Китая, ни со стороны Российской Федерации. Это очень много обуславливает в современном мире. То есть Россия займет какое-то место в системе китайских, соответственно, мировой системе международных отношений, которая сложится после ухода Соединенных Штатов. А это произойдет. Может быть это будет на 20, на 30, а может быть на 80 лет, а может быть на 100. Посмотрим, какова сила Соединенных Штатов, идеи западного мира. Но вопрос сейчас самый главный для российского руководства, именно для российского, а не для китайского. А насколько мы можем в этой лестнице занять место? То есть градации могут быть разными. То есть если мы, например, будем отмахиваться от Китая, не изучать Китай, не готовить специалистов, с пренебрежением относиться к китайским традициям и так далее, то мы можем занять 10 место на уровне Зимбабве. Тоже стратегический партнер Китая, между прочим. Они нам покупают золото и участвуют очень активно в поддержании, соответственно, режима внутреннего Зимбабве. Мугабе, лауреат премии Конфуция, альтернатива Нобелевской премии мира. Но если мы будем делать правильно, если мы будем выстраивать стратегические отношения с Китаем, пытаться максимально воспользоваться благожелательностью команды Си Цзиньпина, которая пришла после 20-го съезда тотально, то мы можем занять место номер 2 в этой системе. А место номер 2 рядом в системе с Китаем означает, что Россия восстановит всю свою систему международных отношений, утраченную после развала Советского Союза. И после того, как Китай пройдет пик своей мощности, а он проходит его сейчас, 1935-1950 год, это завершение пика влияния Китая в мире. Дальше это будет небольшое, как говорится, снижение этого уровня. Вот после 50-х годов тогда Китай-Россия может занять место уже державы номер 1. Но если мы сейчас будем относиться к Китаю как пренебрежительно, самое такое мягкое слово, то нам уготована позиция одного из соседей Китая. Соседа Китая. Казахстан, Монголия, Северная Корея и так далее. А у нас есть возможность быть номер 2. Для этого надо работать, туда идти, в Китай. 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. Сотни полных биографий действующих китайских политиков, в которых структура действующей власти переплетается с их принадлежностью к политическим группировкам. Решающая битва за власть Китая. Сможет ли Си Цзиньпин сломить американскую оппозицию в стране и бросить вызов США в битве за мировое лидерство? Как выстраивается союз России и Китая? Почему Си Цзиньпин развернул страну от США к России? Каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина? Сложится ли большая двойка, как новый центр многополярного мира? Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть». Ссылка на книгу в описании ролика. Что касается истории успеха, еще один момент, который нас интересует. Китай сложную историю имеет, и мы понимаем, через много прошел последние 100-150 лет. Внутреннее сопротивление, которое, безусловно, было и есть на текущий момент. И эти китайские элиты, которые распространены по всему миру, и это та же самая прозападная элита, которая существует в китайском обществе. Как удалось нынешнему руководству с ними совладать? Вот главные инструменты. Вы знаете, у меня тоже всегда себе задают этот вопрос. Это все очень давно началось, на самом деле. Дело в том, что в 2007-2009 году была очень острая борьба за власть в Китае. Вот как раз был пик влияния прозападных элит, Ху Цзиньтао, который сейчас не хотел уходить с закрытия съезда, его вывели де-факто. И как Си Цзиньпин стал главой горкома Шанхая, это вообще детективная история. Это история, которая требует отдельного специалиста, который бы написал отдельную книгу, как Си Цзиньпин выиграл эту борьбу. Потому что там была очень драматичная история. Шанхайская группа. Это все очень важно, на самом деле. Шанхайская группа, Дзян Зэминь, бывший генсек, они оставили преемника в рамках своей группы. Был преемник, он был главой горкома Шанхая, Чин Лян Юй. Его посадили на пожизненное, естественно, комсомольцы, когда пришли к власти, его убрали. И была большая борьба за место главы горкома Шанхая. Как вы понимаете, глава горкома Шанхая, это одна ступень, это как мэр Москвы. Да. Ну, там, я имею в виду, условно, Ельцина, там, и так далее. Но, то есть, это была очень острая борьба. И Си Цзиньпин каким-то образом выиграл. Кто его поддержал? Си Цзиньпина поддержала армия, народно-освободительная армия Китая. То есть, это выходец из армии, и его опора, это именно суверенная армейская группировка, то, о чем я в книге очень подробно пишу, об этом вообще никто не пишет. То есть, это реально, когда у нас идет реклама книги на YouTube-канале, там вот уникальное издание в мире. Она, правда, уникальная. Ее таких нету, такого, чтобы рассказал я о комсомольцах 100 лет истории о Си Цзиньпине и так далее. И изначально эта группа, во-первых, армия, но армия разная бывает, да. Мы сами знаем, что есть там внутренние течения, есть разные там, значит, разные круги политической ориентации. Но кто такой Си Цзиньпин? Я сейчас читаю книгу хорошую об его отце Си Джуньсюня, но его политическое прошлое, его семьи связано с теми районами в Китае, которые поддерживал Советский Союз. То есть, изначально это пророссийская группировка. И Си Цзиньпин всегда знал, и его отец всегда знал, что за спиной у него Советский Союз. Это очень большое дело, с чем боролся Мао Цзэдун, который устроил Даманский, а он был проамериканским политиком, он боролся просоветской группировкой, которая была, входил маршал Пен Де Хуай, который корейской войне, соответственно, руководил операцией Гао Ган, который уничтожил Мао Цзэдуна, и Си Цзиньсюня, до которого Мао Цзэдун таки не добрался. Но у него очень драматическая история. 16 лет гонений, и 4 или несколько лет отец Си Цзиньпина сидел де-факто в камере, размером 8 метров. Вот они это прошли, у них была опора на армию, но какую армию? Которая ориентировалась изначально в Евразию, которая была связана с Советским Союзом. И первые 10 лет правления Си Цзиньпина, это был компромисс. То есть, если вы посмотрите на состав Политбюро, на состав Госсовета КНР, правительства, там одни комсомольцы, там одни выходцы проамериканского консенсуса. Куда ни кинь, там условно финансовый блок. Почему с Россией дела не клеятся? Потому что там сидит человек, который выстраивает отношения с Соединенными Штатами, еще какой-то блок, промышленность, торговля и так далее. Первый секретарь комсомол, и так далее. Вот одни вот эти руководители. Он долго с этим шел. Было несколько периодов антикоррупционных компаний. 2013-2014 года. В 2019 году началась очень масштабная антикоррупционная компания, она немножко тормознулась ковидом. Но потом это все продолжилось. И в итоге, неожиданно, вот эти все представители комсомола, они просто вышиблены из состава постоянного комитета и вообще политбюро основного состава. Там даже количество поменяли, преемников этих комсомольских убрали. То есть Кси Цзиньпин пошел на очень резкое обострение отношений с этой проамериканской группой. При этом мы понимаем, что за ними это и медицина, и образование, и спорт, и так далее. Но за ним всегда стояла армия и контрольная власть, Центральный комитет контроля. Это очень интересная история в китайской власти. У них есть состав, вот делегаты съезда, они приехали на съезд, например, на 20-й. Они избрали Центральный комитет, из 2000 человек избрали Центральный комитет 205 человек. И эти 205 человек избирают очень важно. И одновременно с Центральным комитетом, вот этот съезд, он избирает Центральный комитет контроля. То есть контрольная власть Китая – это независимая ветвь власти. И очень не похожа на западную систему. И вот эта контрольная власть – это земляки Си Цзиньпина. И армия – это земляки Си Цзиньпина. Из провинции Шэньси, которые военные, партизанские отряды поддерживались именно Советским Союзом в борьбе с Японией. То есть это фактически лояльные нам силы изначально, которые уже 70 лет с нами, рука, плечом к плечу, или спина к спине идут. Это известно, очень длительная история, очень важно для Китая. То есть вот они пришли к власти. Но проблема сейчас для Си Цзиньпина ключевая какая? Там почти нет экономистов. То есть один Хэлли Фэн, который глава Госплана, который сейчас называется комитет по развитию реформ, больше некого назначить на Госбанк. То есть фактически вот эта американская модель, она доминировала 40 лет. И мы столкнемся с теми же проблемами, что и мы, если мы пойдем по китайскому пути, тоже столкнемся с этими же проблемами, что у нас, да, мы можем вышибить американскую группировку из-за власти. Ну, давайте откровенно, да, там Чубайс уехал, там еще кто-то, да, чувствительная тема, я понимаю, но на глазах у нас это происходит, да. Ну а что делать с экономикой? Это очень большой вопрос. И вот мы тоже будем смотреть, что у Си Цзиньпина будет происходить с экономикой, как он будет бороться с этим отсутствием реального костяка кадров. Они в основном набирают их из Госплана, бывшие структуры, и возможно они подхватят эту повестку. Россия и Китай. Китай обнародовала накануне статистику, товарооборот с Россией за 10 месяцев вырос на 33%, составил рекордные почти 154 миллиардов долларов, но если чуть подробнее, Китай ввез товаров на 59 миллиардов, это почти на 13% больше, Россия на 94 миллиарда долларов, это на 50% больше. Каковы перспективы? Понял, да. Вопрос очень интересный. Во-первых, очень много антикитайской пропаганды в либеральных СМИ. Ну давайте вещи своими именами. Причем здесь джентльменский набор? Это раньше было как-то неочевидно, когда это не анализируешь. Любой человек, который сбежал на Запад и в Ютьюбе где-нибудь рассказывает, у него джентльменский набор состоит из чего? Начинает он с хорошего, за здравие, значит, либеральные ценности, потом он все хуже скатывается, почему-то неожиданно у него враг это Китай. Вот Вашингтон, у него методичка очень простая, значит, с либеральной ценности. Китай это враг. Любого. Вот просто, я не знаю, я даже фамилии не буду называть, просто можете любого просто выбрать случайно и посмотреть, человек, как внешнеполитические взгляды. Китай враг. Неожиданно. Почему? Почему Китай должен быть враг? Непонятно. Ядерная держава, гигантский товарооборот, рынок сбыта, но враг. Да, то есть это нелогично. Ну и дальше это вот почему-то вдруг все хорошее окончается тем, что Россия должна развалиться на 15 государств, и это благо. Ну это всегда так вот заканчивается у любого либерального запрозападного комментатора, да, этой всех историй. Но была какая риторика, что мы только нефть туда отправляем, мы, значит, бензоколонка со скидкой, причем, да, китайцы у нас обули, вот, значит, и ничего, и китайцы нам не помогают. Но импорт тоже увеличился из Китая на 13%, это очень много. То есть не только к 21 году, да, он уже объем у нас большой, у нас гигантская торговля, это вообще номер один партнер, они у нас вытеснят Евросоюз по совокупной их торговле с Китаем в конце 22 года будет больше, чем с Евросоюзом, то есть это вот реальный поворот на восток. Но реально растет и импорт по отношению к 21 году, несмотря на СВО, несмотря на, что было определенное давление санкционной Западу, то есть китайцы масштабно ввозят различные те товары, которые ушли с Запада. Вот это хорошая часть, действительно, это опровергает все вот эти ложные домыслы, там и спекуляции насчет российско-китайских торговых отношений. Но есть и проблема, и проблема заключается в том, что это число 13%, оно должно было быть не 13, а 39, да, в три раза больше. Почему? Западные бренды ушли, китайцы не так пришли быстро к нам, чтобы это заместить, как могло бы быть. И это действительно результат давления Соединенных Штатов, номер раз, это причина. Вторая причина, что китайцы ждут, что мы сами это импортозаместим, то есть мы сами это произведем, зачем затеваться на крупные проекты, что-то здесь строить и так далее, это причина номер два. Все-таки 13%, да, это приятно, это здорово, что они все-таки увеличили товарооборот, не убежали от нас, не испугались, на поддудку США не пляжут. Но эта цифра должна была быть гораздо больше, то есть у нас должен был быть больше оборот. При этом вот Си Цзиньпин и Путин 200 миллиардов цель поставили к 2024 году, но она будет досрочна, скорее всего, это первый квартал, у нас будет уже 200 миллиардов товарооборот совокупный с Китаем. Это о хорошем, да, о плохом. У нас с Китаем практически отсутствуют совместные предприятия. Это и результат геополитики, это результат, ну, скажем так, несогласованности между игроками, хозяйствующими субъектами и так далее. Но на данный момент торговля идет, что называется, в одно касание. Мы забираем сырье, либо первичную переработку, посылаем к вам товары, там, бытовая техника, строительная техника, автомобили и так далее. Это порочная история российско-китайских отношений. Китайцы должны к нам заходить как партнеры по совместным предприятиям. Хороший пример это то, что Сибур создается, CNPC, китайская нефтегазовая корпорация, это Амурский газохимический комбинат. Очень интересный пример, 60% может в Сибуру, 40% китайцам. На этой заводе, на границе с Китаем, из силы Сибири перерабатывается газ, сырье, полипропилен, это уже нефтехимия, это добавленная стоимость высокая. И китайское требование то, что они забирают большую часть товара себе, ну, большой рынок. Это очень красивая, удобная схема, но это и все, потому что если вы посмотрите на другие примеры сотрудничества, например, завод Черев Туле, ну, это, собственно, китайская стопроцентная, и они и построили, они и обслуживают и так далее. Таких несколько производств, но нам нужны совместные производства, то есть Запад уйдет в результате конфликта масштабного, геополитического, из Китая, и тогда Китай, скорее всего, обратится к нам, чтобы у нас что-то дополнительно производить и так далее, совместное производство в текстильной, в деревообрабатывающей, в других видах легкой промышленности, в тяжелом машиностроении, у нас нет собственного станкостроения. Самое печальное, что даже разговоров о том, чтобы совместное предприятие с китайцами по станкостроению создавать даже не ведется. Мы до сих пор являемся по станкам, а это главное в промышленности, колонии Запада, в первую очередь Германии, да, то есть это очень опасная такая ситуация. Никто не, нету этой глобальной проблемой. И второй момент, тоже не менее глобальный, нужно сказать, более глобальный, только что я вам говорил про тайваньскую операцию, которая неизбежна, да, и в случае этой тайваньской операции китайские грузы должны пойти в Европу, в том числе, по маршруту через сухопутном, через Россию. Но у нас перегружена транссибирская магистраль. То есть, а со дополнительных веток никто не создает, не расширяется восточный полигон. Хотя Китай уже и за, вообще восток, не только Китай, туда перешла вся мировая экономика по итогам 2020 года, это в основном глобально, это основные центры экономики, это Индия, Китай, Япония, Корея и так далее, уже не Европа. Да, у нас всего лишь одна коллега при Александре Третьем построена, это несерьезно, надо хотя бы еще вторую линию построить, потому что Китай, общий грузооборот портовой инфраструктуры, это в основном Тайвань, то есть война на Тайване, это блокада всей портовой инфраструктуры Китая. Это 15 миллиардов тонн грузов, из них примерно 5 это внешняя торговля. Но российский, восточный полигон и казахский максимум 400 миллионов может перевезти, то есть нам надо не в два раза увеличивать этот полигон, да, количество железных дорог, а в 10, об этом даже речи не ведется. То есть если мы говорим о стратегии национальной безопасности, наши собственные, мы должны понимать, где существуют точки роста и те лаконы, которые необходимо закрыть. И последнее, добавлю, что за нас китайцы это не должны делать, потому что это проблема как раз национальной безопасности, не китайцы за нас железные дороги должны строить, это уже колония тогда будет, мы должны сами построить эти пути в Германию, в Польшу, на Кавказ и так далее. Мы должны быть инвесторами в строительстве собственных железных дорог. Я еще раз подчеркну, не в два раза, не на 10%, а на тысячу процентов, но уже в 10 раз больше железных дорог и автодорог, которые нас связывают с Азией. Решающая битва за власть в Китае. Сможет ли Си Цзиньпин сломить американскую оппозицию в стране и бросить вызов США в битве за мировое лидерство? Как выстраивается союз России и Китая? Почему Си Цзиньпин развернул страну от США к России? Каково место Москвы в стратегии достижения глобального лидерства Пекина? Сложится ли большая двойка как новый центр многополярного мира? Политическая эпидемия. Как 20 лет назад вирус SARS повлиял на смену власти в Китае? И почему эти события повторяются сегодня? Какова судьба организаторов локдаунов 2020-х годов? Сто лет противостояния армейской элиты и проамериканской группы комсомола в Китае. Тянь-Ань-Мэнь и первая попытка цветной революции в Китае. К чему ведет страну выходец из армии Си Цзиньпин? Какова реальная политическая и экономическая система Китая? Представляет ли китайская нация единый этнос? И как политическая теория о субэтнических элитах раскрывает скрытый механизм политической борьбы в Китае? Как региональные элиты определяют внутреннюю и внешнюю политику Китая? Как Китай воспользуется крымским сценарием, чтобы вернуть Тайвань? И почему Тайвань – это первый шаг к глобальному господству Китая? Важнейшие проблемы роста китайской экономики. Что мешает Китаю стать мировой державой и выдержит ли он глобальный экономический конфликт с США? Новая конституция КНР. Сможет ли правление Си Цзиньпина продлиться на следующие 15 лет? И как изменятся российско-китайские отношения за этот срок? 700 страниц уникальной информации о современном Китае, не имеющей аналогов в мире. Сотни полных биографий действующих китайских политиков, в которых структура действующей власти переплетается с их принадлежностью к политическим группировкам. Все это в книге Николая Вавилова «Китайская власть», бестселлере, ставшим практическим пособием для руководителей России и ряда зарубежных стран. Китайская власть – лучший подарок руководителям системы государственной власти, крупным предпринимателям, нынешним и будущим, а также всем интересующимся объективной информацией о возвышающемся новом центре многополярного мира. Ссылка на книгу в описании ролика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова